Торжественные мероприятия продолжились на Аллее Дружбы. Здесь всех желающих пригласили прогуляться по литературному кварталу. Для почетных гостей провели экскурсию, а знатоки словесности попробовали себя в литературном квесте. Какие задания подготовили для участников и насколько успешно удавалось с ними справляться, расскажет Елена Коржова. Первый шаг в литературный квартал и сразу погружение в историю. Итак, век 20-й, самое начало. В центре уездного города Белгород возводят здание кинотеатра «Орион». В путешествии в прошлое гостей сопровождает директор краеведческого музея Вера Романенко. Здание было построено по проекту Купцов-Пивоваровых, как здание для общественных собраний. В этом здании предполагалось размещение и торговых, и жилых помещений, кинотеатра и театра. Слушатели узнают, что в 1917 году здесь был избран первый совет рабочих и солдатских депутатов. Во время войны тут базировалась белгородская стрелковая дивизия. В конце прошлого века художественный музей, теперь Музей народной культуры. Возвращая гостей из прошлого в настоящее, им показывают уникальную коллекцию. Эта книжка здесь выполнена по правиле изображений и названия букв, то есть это азбука. Такие книги собраны в детском центре специальной библиотеки для слепых имени Ярошенко. Собранием гордятся и уверяют, по всей стране подобных единицы. Презентует себя и областная научная библиотека. Ценителей удивляют уникальные экземпляры из коллекции редких книг. К примеру, вот эта «Беловежская пуща» вышла в 1903 году тиражом в 300 экземпляров. Ее автор Георгий Корцов – кинолог при царском дворе, охотник и литератор. Рядом издание 1901 года – первый русский справочник по орнитологии. Недалеко на книжном развале издания уже не столь раритетные, а просто старые. Любую книгу можно взять, прочитать и передать другому. От желающих нет отбоя. Недаром называли всегда нашу страну самой читающей страной в мире. Поэтому, видимо, традиции эти нужно развивать и поддерживать. Я считаю, что электронные книги – это хорошо, но это совсем не то ощущение, когда чувствуешь в руках эти листики. Это всегда приятно, шуршание. Такое послевкусие замечательное. Здорово, праздник замечательный. Я считаю, что подарок не только белгородцам, но здесь очень много гостей. Сегодня любители словесности не только читали, но и применяли свое знание литературы на практике. Тех, кого не смущают замысловатые вопросы и зашифрованные задания, пригласили на литературный квест. Чтобы люди вспомнили про знаменитых наших поэтов, писателей, окунулись как раз в эту атмосферу творчества. И примечательно, что с собой они забирают такие интересные стикеры, которые сейчас популярно приклеивать на ноутбуке с цитатами из этих произведений, как раз по которым они путешествовали. Участники игры отправились в путешествие во времени. Вспомнить пришлось и древнерусскую литературу, и словесность средних веков, ну и, конечно, советских и современных авторов. В следующем столбике зашифрованы крылатые выражения наших нобелевских лауреатов. Вам сперва нужно сопоставить подсказку с самой шифровкой. Это задание в одном из семи тематических отделов. Тут нужно блеснуть знанием наследия нобелевских лауреатов. Юные участники пытаются разгадать шифровки. А более старшие соперники уже справились с замысловатыми загадками. Признаются, работали вместе, а помогла не только хорошая память, но и отличная экранизация классиков. Вот из Шолохова люди, что овцы, куда баран, туда и весь табун. Только что фильм смотрели, да. Поэтому нужно... Интересное высказывание. Не все проходит, но не все забывается. Очень-очень понравилось. Мы, когда увидели афишу праздничных мероприятий, как раз хотели посетить именно это мероприятие, и пришли вот сюда, к открытию, и ходим по станциям. Вот как дети, участвуем в литературном квесте, назвали свою команду «Филейко». Вот, надеемся везде пройти с успехом. Зайти в литературный квартал сегодня мог любой желающий. Горожанам и гостям областного центра предоставили возможность не только показать себя в интеллектуальных конкурсах, но и вспомнить богатое наследие русской литературы. Елена Коржова, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.